Миша, вот скажи, человек, у которого набор комплексов, может быть счастливым? Ну нет, конечно. А ты так вопрос интересно ставишь. Типа, есть кто-то, кому они помогают, комплексы? А вдруг? Нет, если только побыстрее сдохнуть. Комплексы – это как заболевание, это тяжелые проблемы. И, конечно, помочь они не могут, но отравить жизнь могут. В отвечаю на твой вопрос, конечно же, человек не может быть счастливым, потому что у него есть комплексы. Знаешь, есть такой анекдот, я немножко перефразирую для Родиона, чтобы он был. Когда жена говорит мужу, слушай, ты такой дебил. Вот таких дебилов я не видел. Но ты такой дебил, что если был конкурс дебилов, пыду занял на нем второе место. Почему? Это почему не первое? Да потому что ты дебил. Ну да. Так вот, не может человек с комплексами быть счастливым. Дурак может быть счастливым, кстати. А, дурак, да. А закомплексованный – нет. А давай немножко разберемся в этом термине. Потому что, например, есть страхи, а есть фобии. Есть неуверенность, а есть комплексы. В чем же разница? Да, вот так как мы привыкли употреблять слово комплексы, давай считать, что комплексы – это высшая степень неуверенности. То есть, самую высокую степень неуверенности мы называем комплексами. То есть, когда человек еще, ну и там, плавает самооценка, да, то у него повыше, то пониже. То вечером он себе больше нравится, потому что освещение меньше. А утром меньше, потому что освещение больше. Это у него все такая плавающая самооценка. Плавающая неуверенность. Неуверенность. А вот когда у него комплексы, это что-то такое очень стойкое, устойчивое. Ну, то есть, он совсем себе не нравится. Ни утром, ни днем, ни ночью. Правильно ты говоришь. Он себя не принимает. Он себе не нравится. И это выражается в очень разных совершенно проявлениях. Потому что комплексы, бывает, касаются какой-то одной, ну, я не знаю, темы его жизни. Так вот, как я уже сказал, комплексами, ну, принято считать, уже такая тяжелая форма неуверенности. Когда уже, ну, вообще никак не помогает. Более того, еще устойчивое поведение. Ну, например, давай разберемся. Человек, которому есть что сказать, молчит. Он молчал в школе, когда он даже урок выучил, да, но ему было так страшно выступать перед детьми или выходить к доске, он молчал. Потом он стал работать, и ему всегда есть что сказать. И он будет молчать. Почему? Он настолько в себе неуверен, настолько закомплексованный, что он считает, что то, что он думает, вообще никому не интересно. И ему неудобно выступать. Потому что он никто, зовут его никак, а если он еще откроет рот, то это просто сейчас все увидят. Поэтому лучше сиди тихо и не дергайся. А сколько мы получаем жалоб от молодых людей, которые из-за комплексов не могут подойти к девушке и познакомиться с ней. Это ж почему? Он себя не принимает. Он себя не любит, да. Я не такой, она меня не полюбит, она во мне не разберется. Кто я вообще, кто она, да, и что я подаду, пошлют лишний раз. Зачем мне это расстройство, да? И так и сидят до 35. Это в лучшем случае. А потом и до 60. Да, а потом уже об этом и не думают. А комплексы остаются. А еще какие формы комплексов? Смотри, давай про девичьи поговорим. Давай. Маленькая грудь. Комплекс? Комплекс. Кривые ноги. Кривые ноги. Я не знаю, что еще. Так, девушка с бородой. А вот смотри, может быть, немножко не отсюда, но есть такое мнение, что страшненькие находят себе мужей гораздо быстрее, чем красивые. Ты знаешь, нет. Активные находят себе мужей гораздо. Может быть, если одно прибавить к другому, то получится за счет, как-то рожающей страшноты, еще и активность девушки, которая недовольна своей внешностью. Грудь, ноги, попа. А красота, которая страшнеет. Стареет, точнее. Стареет и страшнеет. Хорошо сказал, ты знаешь. Да? Это тоже же комплекс. Есть женщины, которые боятся состариться, потому что... Красота, которая стошнеет. Да, боятся состариться, потому что... О, кстати, да, комплексы за возрастом. Я вот не хочу на личности переходить. Зашел в Фейсбук, увидел, значит, свою знакомую женщину, смотрю, год рождения, 56-й. И что? А мы оба знаем, что там 48-й максимум. Я думаю, ну что же такое? Комплекс-комплекс. Комплекс, конечно. Комплекс, конечно. Правильно ты мыслишь. Женщины очень многие комплексуют из-за возраста. Ну, давай так. Внешность. Туда относится еще и вес. То есть избыточный вес, ожирение. Форма тела. Ну да, да, все-таки. Возраст. Возраст, да. Очень многие женщины комплексуют, потому что они не замужем. Например, я знаю, что в России принято, что многие незамужние женщины специально надевают обручальные кольца. Типа меньше пристают. Ну, они правы, да, пристают, наверное, меньше. Но еще им хочется чувствовать себя замужними. Кстати, про женщин без детей мы тоже поговорим. А сейчас у нас звоночек, да? Да, Елена, слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот хотела просто рассказать свою историю по поводу комплексов. Я встречалась с молодым человеком. И он постоянно вот частенько мне говорил такие гадости, что, допустим, ты знаешь, у тебя толстые губы, мне не нравятся толстые губы, у тебя тоже вот, допустим, большая попа, у тебя вот что-то еще вот находил, придирался. Причем вот то, что он мне говорил, мои недостатки, меня это вообще никак не трогает, потому что я смотрю на себя, у меня не толстые губы, у меня небольшая попа, у меня все прекрасно. И все равно, конечно, он вот это вот мне... Ну, было неприятно, да? Было неприятно, и он мне просто это все вот все равно как-то вот неуверенность, он во мне в итоге немного вот какие-то вот... Зародил. Вы расстались? Просто у меня вопрос такой, зачем он это делал? Повышал свою самооценку, хотя сам, он был человек закомплексованный, он об этом и говорил, и как бы ввел себя там. А какие у него были комплексы, Лин? Что вы в нем замечали? Ну, у него комплексы были по поводу его внешности, он сам говорил, что смотрю на себя... Тонкие губы и маленькая попа? Точно. Ну, вот, кстати, это да, на самом деле, да-да-да. Маленькие... Нет, маленькие губы и тонкая попа. Да-да-да, наверное, да. Я понял. Лен, спасибо огромное за звонок, давайте разбираться с вашей историей. Во-первых, хочется заподозрить парня в какой-то бисексуальной ориентированности. Дело в том, что полные губы и большая попа еще никто из мужиков-то не отказывался. Это точно. Так вот, сказать, чем больше, тем лучше, да. Поискать еще нужно такое. Конечно. Поэтому, если парню хочется маленькую попу и тонкие губы, хочется спросить... Мужика. Вы за кого, парень? За девочек все-таки или за мальчиков? Вы уже определитесь. Да. Потому что вообще это считается как бы где-то достоинством даже. Да. Это первое. Второе. Конечно, вот Лена спрашивает, зачем он это делал? Он это делал... Самореализовывается в некотором смысле. Да. Да, она правильно говорит. Он из-за своих комплексов... Вообще, друзья мои, всегда мы кого-то... Когда мы кого-то пытаемся опускать, критиковать и выражать, так сказать, недовольство, то, как правило, это выражение нашей... Это зеркало. Да, самооценки поникшие, я бы сказал, и желание самоутвердиться за счет другого человека. Но в данном случае есть еще любопытный аспект. Молодые люди могут так вести себя по отношению к своим девушкам еще с целью их контролировать. Потому что, когда они опускают их самооценку, у них такая иллюзия, что теперь как бы она моя, она у меня в кармане. А девушка думает, что, ой, он вот со мной вот живет с такой маленькой попой, с такими узкими губами, я никому не буду нужна, и держится, держится, держится за него покрепче. Ну, ты знаешь, он же этого добивается, он поэтому пытается эту идею, так сказать, внедрить ей в голову, чтобы она понимала, что кроме него и вообще рассчитывать не на что, и что это просто она мечтать о таком не могла, с такой попой, с такими губами, и будет по всему благодарна за это. Что мне нравится в Елене, это то, что она при этом плевала на эти его сообщения и говорила, что мне в себе все нравится. Вот это самое главное. Откуда ноги растут? Почему вообще есть люди, и у которых есть комплексы? И они не у всех ведь есть еще, да? Друзья мои, дело в том, что наша самооценка, а комплексы-то есть, как я уже сказал в первой части нашей программы, это самая низкая самооценка уже вот, когда уже некуда дальше падать, это уже комплекс. Так вот, это берется от того, что у ребенка, а, не уверенные в себе родители, с теми же комплексами. Б, родители, которые ребенка чморят, которые постоянно его унижают, постоянно его критикуют, не обращают внимания на его, так сказать, ну какие-то позитивные моменты в жизни, педалируют темы негатива всегда, это у тебя плохо, это ты не умеешь. А про девочек, например, да? Хорошо хуй учится, ничего, такая же страшненькая, да? Замуж вообще никогда не выйдет. Мальчик, да ты трус, ты кем-то трусом вырастешь, ты тупой еще трус и так далее. Вот отсюда, где первые ласковые слова в свой адресе слышат люди, в детстве отсюда и рождаются комплексы, отсюда рождается неуверенность. Родители, если вы хотите на них обидеться, не советую, потому что они тоже с комплексами, поэтому они себя так ведут, они ненарочно. Сейчас у нас звоночек, потом продолжим. Давайте послушаем. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Катя, Михаил, очень рада вас слышать, постоянно слушаю ваши передачи. Спасибо. Какой у вас вопрос, Ирина? Михаил, у меня вопрос такой. Я красивая женщина, уверенная в тебе, с хорошей карьерой и так далее. Но вот мне очень интересно, что вы меня перевели с русского на русский. Мне на протяжении всей моей жизни многие мужчины, включая моего мужа, говорили, «У тебя нет комплексов, ты без комплексов». Либо муж говорил, «Если бы я на тебе не женился, на тебе бы никто не женился». Вот все время мужчины, которые, ну, мне, скажем так, нравились, они все время пытались меня опустить. Слава богу, я на это не реагировала и шла вперед. Мне, расскажите мне, зачем это надо-то? На вашем. Вот зачем мне мужчины, которые были со мной, им было со мной хорошо, они мне все время говорили гадости. Слава богу, я на них не реагировала. А почему они мне все время говорили? Ну да, давайте разберемся, Ирина. Спасибо за звонок ваш. Значит. А вот, может быть, это Ирине надо было находить таких мужчин, которые бы ей говорили, «Ты не такая, ты без комплексов, что это за зверь?» Смотри, какое дело. Когда мужчина в себе не уверен, и он, а люди же очень беспокоятся, да, вот представь себе, что у тебя есть мужчина, и как бы он тебя любит, и он тебя боится потерять, он не знает, как ты к нему относишься, но он при этом понимает, что сам на себя очень плохо относится. И он на нервной почве начинает дергаться и говорить, «Да ты вообще, чтобы ты подевала, вот кроме меня никто бы на тебя не женился, бы ты кому-то нужна, потому что страх потерять заставляет его делать такие глупости». И, конечно, он пытается самоутвердиться. Люди так ведут себя, потому что они требуют благодарности, требуют почитания, обожания, уважения. И когда добиться не могут впрямую, а сами в себе не уверены, они начинают эту хрень нести. Типа, «Да ты мне всем обязан, да если бы не я, да кто бы вообще, как бы кроме меня-то нужна» и так далее. Так, кстати, может говорить и женщина по отношению к мужчине, если она чувствует себя с ним не уверенно. Почему? Потому что люди, которые в себе уверены, они вообще даже рот не откроют на эту тему. Во-первых, он что, благодетель или мы что, жену в нагрузку, что ли, дали? На заводе давали к Новому году подарки, и это лежало вместе с черной икрой, что ли, в баночке? Да нет, конечно, он же сам выбрал-то. Хочешь спросить, а ты что так вот к своему выбору относишься? То есть ты сам выбрал эту женщину. По идее, живешь ты с ней по любви, и на все теориальные проблемы в жизни, и считаешь, что кроме тебя никто бы не взял. Ты представляешь, какого на себе-то на мнение, да? Ну, то есть как бы вот никто не брал, а я взял, потому что я-то еще ниже Плинтуса. Ну, да. Мне-то прямо в самый раз будет. Да вообще подарок даже для меня, что мне такая жизнь. То есть это какая-то история про ущербные отношения ущербных людей.